29 октября Всемирный день борьбы с инсультом. И каждый год медицинское сообщество упорно пытается привлечь внимание к этой теме. Есть две новости. Первая плохая. Каждый год около 600 тысяч россиян страдают от инсульта. И это означает, что примерно 1500 человек ежедневно становятся инвалидами. Но есть новость хорошая. Если прислушиваться к советам медиков, то можно свести возможность возникновения инсульта к минимуму. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Михаил Курапов, врач-невролог больницы имени Середавина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Очень рад здесь присутствовать. Тему программы вы уже услышали, поскольку день борьбы с инсультом. Мы сегодня с Михаилом Александровичем тоже будем с ним бороться вот здесь в студии. И прежде всего, наверное, хотела бы спросить вас в дословном переводе с греческого неврология. Это наука от нервов. А все-таки все ли болезни от нервов? Ну, практически все болезни от нервов. Как говорили наши, шутили наши анатомы, только некоторые от удовольствия, те, которые венерические. В остальном, болезни очень, очень многие болезни связаны с заболеваниями нервной системы. В первую очередь, иммунная система, как ни странно, связана с неврологией. Все заболевания неврозы. Даже инфекционные заболевания, например, если в школе ученики пришли и кто-то там чихает, то с большей вероятностью заболеют те, кто не выучили урок, те, кто нервничают в данный момент. Как ни странно, очень многие болезни так или иначе связаны с нервной системой. Правда? Какой интересный факт, что лучше уроки учить все-таки. А вот еще, тоже, может быть, не совсем по теме сегодняшней программы, очень часто в народе и не в народе слышат такое выражение «защемило нерв», «защемление нервов». Что это на самом деле означает? Защемление нерва, ну, чаще всего в народе это относит к нервам в спине, там, прострел поясничный. Да, в какой-то степени происходит компрессия нервов, которые выходят из спинного мозга, из позвоночника. Но в большей степени сейчас считается, что за счет воспалительных процессов, то есть это воспаление, такой механизм универсальный в организме, можно отлежать нерв, там, отсидеть. То есть каждый из нас ударялся о холодильник локтем и побежали мурашки. Это тоже травматическое воздействие на нерв. Да, огромная сфера вашего внимания в человеке практически с ног до головы нервная система нас опутывает. Но мы сегодня говорим о том, что главной опасностью неврологических нарушений все-таки является инсульт. И специалисты вот утверждают до сих пор, что это одна из самых основных причин смерти и инвалидизации, в том числе молодого населения. Какая ситуация на сегодняшний день с заболеваемостью в нашем регионе? Да, инсульт – это одно из самых грозных осложнений хронически текущих неврологических заболеваний. Когда человек вчера чувствовал себя совершенно здоровым, а сегодня может стать грубым инвалидом или даже умереть в связи с неврологическим заболеванием. Инсульты выделяют ишемические, и геморрагические. Ишемические – это самые частые, те, которые происходят в связи с закупоркой сосудов и с нехваткой кислорода в определенных зонах головного мозга. Геморрагический инсульт, он более ярко развивается, он, к сожалению, более жизнеугрожающий. До 80% пациентов с геморрагическим инсультом погибают из-за геморрагического инсульта. Это чаще всего громоподобные боли с резко развившейся неврологической симптоматикой. Самарская область – достаточно благоприятные такие цифры по заболеваемости инсультом по сравнению с Российской Федерацией. У нас инсульт хорошо работает система экстренной помощи, то есть достаточно быстро пациенты с инсультом попадают в первичные региональные сосудистые центры. Которые осуществляют экстренную помощь при инсульте. И чем быстрее пациент попадает в региональный сосудистый центр, тем больше выживаемости, тем меньше инвалидизации. То есть если, не дай бог, у кого-то на ваших глазах случается инсульт, у родственников, то нужно как можно быстрее, чтобы пациент попал в региональный сосудистый центр. Или чтобы максимально быстро приехала скорая помощь. Или если люди знают, где находится ближайший сосудистый центр, например, это больница Середаевина, это больница Пирогова, это региональные сосудистые центры, то можно и самотеком максимально быстро привести и сказать, что вот у человека есть подозрение на инсульт. И лучше привести, наверное, да? Нежели ждать, во что это все выльется. Да, тут момент какой? Инсульт – это острое состояние, которое не нужно ждать, не нужно ждать, когда пройдут симптомы сами. Это экстренное состояние, которое чем быстрее начинаешь лечить, тем больше вероятность восстановления и полного или частичного восстановления. Очень важно, чтобы люди знали, как этот инсульт начинается. То есть, например, за рубежом, и у нас в стране сейчас, есть такие, ну, за рубежом есть считалочки, так, мнемонические правила, то есть по словам, по первым буквам. В России тоже есть. В первую очередь это нога – рука, лицо, речь. То есть, если у человека вдруг появляется слабость в ноге или слабость в руке, если у человека нарушается речь или если у человека появляется асимметрия лица, это те факторы, при которых нужно максимально быстро вызывать скорую медицинскую помощь или обращаться в ближайшее неврологическое отделение, лучше, конечно, скорая помощь или региональный сосудистый центр. Причем силу в руке можно определить очень просто – попросить пациента вытянуть руки и подержать их. Если одна рука постепенно начинает опускаться, это означает, что есть такая небольшая, не очень заметная зачастую для пациента слабость в руке. Также можно просить произнести пациента свою им фамилию, дату рождения. Если еще 5 минут назад он разговаривал хорошо, а сейчас речь какая-то смазанная, нечеткая, то мы должны заподозрить инсульт в первую очередь. Ну и попросить человека улыбнуться или, как говорят неврологи, максимально показать зубки, оскалиться для того, чтобы посмотреть, есть ли асимметрия лица или нет. Особенно мы должны быть насторожными, если перед нами человек пожилой, или если мы знаем, что у человека есть сахарный диабет или какие-то проблемы с сердцем, то есть сердечная патология кардиальная, очень часто сопровождается и вызывает закупорку сосудов в головном мозге. Михаил Александрович, а можете схематично для всех понятно объяснить, что на самом деле происходит в организме, когда случается инсульт? В случае ишемического инсульта, инсульта, связанного с закупоркой сосудов в головном мозге. Головной мозг во взрослом состоянии – это более 100 миллиардов нервных клеток. И они очень-очень чувствительны к нехватке кислорода. Они у нас постоянно работают, даже ночью, и требуют для себя достаточно большого обеспечения энергетического. Когда сердце бьется, оно у нас бьется постоянно, когда происходит сердечное сокращение, то до пятой части всей крови она отправляется в головной мозг для того, чтобы обеспечивать вот эти вот высокие энергетические потребности. И в головном мозге практически нет ресурсов. То есть если нарушается ритм сердца, если человек там, допустим, угорел в бане, если у человека там какие-то проблемы с кровью, и кровь становится слишком густой, то клетки начинают сначала недополучать кислорода и засыпают. Если это длится более пяти, более десяти минут, то некоторые клетки уже начинают гибнуть. И при инсульте происходит острая закупорка сосуда. И в этом отношении в России и в мире есть такое правило. Время равно мозг. Время – это мозг. То есть чем быстрее мы сможем обеспечить восстановление кровотока по закупоренному сосуду, тем больше шанс на то, что клетки заснувшие проснутся, и тем меньше будет зона повреждения, зона тех клеток, которые погибли в связи с нехваткой кислорода. И тем лучше пациент будет себя чувствовать после того, как выпишется из больницы, после того, как острое состояние пройдет. Возможно, я неправильно вас поняла. Означает ли это, что если человек перепарился в бане, у него может случиться инсульт? К счастью, баня не настолько опасна, чтобы вызывать инсульты. Но если, я сказал, угорел, если нехватка кислорода, то есть нехватка кислорода в головном мозге, она же может произойти не только из-за того, что тромб где-то сформировался. Это может быть хроническое состояние какое-то. То есть, допустим, у человека длительное анемия или длительное нарушение ритма сердца. Когда сердце то бьется, то не бьется. Поэтому вопросы о нарушениях ритма сердца очень важны, если кто-то из наших зрителей чувствует, что сердце забилось, перевернулось, ощущение остановки или прямо вот узковение. Как заячий хвост. Недавно мне пациентка сказала, вот он так. Быстро-быстро сердце забилось. Это повод для того, чтобы обратиться в первую очередь к кардиологу и скорректировать работу того мотора, который должен работать постоянно, нашего сердца. Всегда ли инсульт сопровождается головными болями? К сожалению, большинство инсультов не сопровождаются головными болями. А головными болями сопровождаются в первую очередь геморрагические инсульты. Это те инсульты, о которых мы чуть поменьше разговаривали. Это инсульты, связанные с разрывом сосуда. Разрыв сосуда, если это поверхностные сосуды, которые близки к оболочкам головного мозга, там очень много рецепторов, и появляется громоподобная, самая сильная головная боль в жизни. То есть, если человек шел, никого не трогал, и вдруг сильно заболела голова, он схватился за голову и упал, то это... До такой степени? До такой степени. То есть, самая сильная головная боль в жизни. Иногда она сопровождается еще тем, что человек становится немножечко неадекватным. Он может кричать, он может быть раздражительным или, наоборот, вял санлифт. В этих случаях также нужна необходим максимально скорая, вызов скорой помощи. А вот ишемические инсульты, связанные с закупоркой сосуда, они зачастую безболезненные, они зачастую не болят. И очень многие пациенты приходят к врачу-неврологу, мы смотрим МРТ или КТ головного мозга, говорим, ой, а вы уже инсульт перенесли, перенесли инсульт на ногах. Если мозговая катастрофа началась, можно ли ее остановить, или это уже все-таки процесс необратимый? Если мозговая катастрофа началась, существует понятие транзиторно-шемическая атака. То есть, когда тромб сформировался и быстро рассосался сам по себе за счет механизмов внутренних в организме человека. И зачастую пациент говорит, вот перед большим инсультом, если человек опрашивает, он говорит, вот два дня назад у меня была рука ослабла, а потом опять стала сильной, я и не пошел к врачу. Потом еще разочек, а сейчас у меня и рука, и нога не работают совсем, я лежу и ничего не могу сделать. Вот если это транзиторная ишемическая атака, то есть временное замедление кровотока, то она может быть обратима практически полностью, не оставляя после себя на МРТ каких-то очагов. Но если произошла сосудистая катастрофа, если длится это уже больше 10-15 минут, то клетки уже начинают гибнуть, к сожалению. И если человек приезжает, и у него уже рука, нога, лицо, речь, о чем я уже говорил, уже более получаса, то, скорее всего, часть клеток головного мозга, к сожалению, погибли. Поэтому мы должны понимать, что это острое, ургентное состояние, экстренное, при котором нужно максимально быстро оказывать помощь. Максимально быстрой помощью является тромболизис. То есть сейчас в региональных сосудистых центрах, если пациент не имеет противопоказаний к проведению этой манипуляции, этой операции, проводится тромболитическая терапия, то есть растворение тромбов в закупоренных сосудах. И если это произвести вовремя, в течение первых двух-трех часов от начала острого сосудистого события, можно увидеть драматическое положительное улучшение. То есть человек приезжает, рука, нога не работает, речи нет, проводит тромболизис, и через буквально несколько часов пациент говорит, у меня уже значительно лучше, рука заработала, нога заработала. Где здесь драма, вы сказали, драматическая? Если его не лечить, то человек может стать грубейшим инвалидом, который будет требовать постоянного постороннего ухода, который не сможет сесть в кровати, не сможет даже в туалет сходить самостоятельно, осуществлять свою жизнедеятельность без помощи каких-либо ухаживающих, вплоть до того, что если ему вовремя провести тромболизис, он пошел обратно на работу, вернулся на работу и ведет совершенно активный свой образ жизни, даже таким образом. Это прекрасная новость. Если кто-то опоздал к началу программы, я скажу вам, что сегодня мы говорим об инсульте с врачом-неврологом больницы Середавина Михаилом Кураповым. Вы упомянули, что иногда человеку говорят, вы перенесли инсульт на ногах, поздравляем. И на самом деле я такие ситуации тоже знаю, и после, скажем так, слабо выраженного инсульта у человека создается впечатление, что все прошло, и, в общем, можно успокоиться и забыть про это. Можно ли про это забыть? Да, к сожалению... И не пойти к врачу. К сожалению, иногда создается такое впечатление, а иногда зона головного мозга поврежденная делает человека недостаточно адекватно оценивающим свое здоровье. То есть иногда бывает, что человек лежит, у него рука-нога не работает, ему приходится там помогать даже за отправление свои физиологические исполнять. Спрашиваешь человека, вас что-то беспокоит? Нет. Зачем вы оказались в больнице? Не знаю, родственники привезли. То есть иногда, если мы видим у родственника появление какой-то неврологической симптоматики, ухудшение речи, эпизоды, слабости в руках, слабости в ноге, если походка изменилась, человек пошатывает, то мы не должны идти на поводу у пациента, который говорит, а, все у меня хорошо. Все хорошо. Да, вот, ну, возраст у меня уже там, что же вы хотите, в 45 лет уже пора, чтобы возраст о себе давал знать. То есть иногда это вот бравада, ну и есть такое понятие, как русский случай. Мы в России лечиться не очень любим. Мы надеемся, что пройдет само. Пройдет само. Так вот, если произошел инсульт, если врач на приеме или на МРТ видит, что уже перенесенный произошел инсульт, то в течение ближайших пяти лет 20, 30, 40 процентов, в зависимости от факторов риска, того, что инсульт произойдет повторно. И мы должны обязательно об этом рассказывать, мы должны обязательно уговаривать пациентов о том, что обязательно нужно контролировать факторы риска, факторы сосудистого риска, то есть те симптомы, те факторы в организме, которые могут увеличивать, в разы увеличивать риск повторного инсульта. И еще хотела бы все-таки уточнить по поводу того, как долго можно игнорировать головную боль. Есть люди, которые головной болью страдают, и у них есть арсенал лекарств, они принимают определенные таблетки и какое-то время живут до следующего приступа. Головные боли очень распространены в популяции. То есть головные боли связаны, допустим, с напряжением мышц, напряжением мышц шеи, напряжением мышц головы, так называемые головные боли напряжения. Они характерны практически для 80% населения. И запугивать всех, говоря о том, что любая головная боль – это жизнеугрожающая, и нужно сразу бежать, наверное, все-таки неверно. Новый вид головной боли. Если пациент говорит, вот у меня всегда чуть-чуть болела голова, а тут она вдруг начинает нарастать по частоте, по интенсивности. Если это головная боль в определенном месте, вот всегда справа, и только справа, и вот все чаще и чаще. Если она сопровождается тошнотой, рвотой, и раньше этим не сопровождалось. Или если она громоподобная, самая первая, самая сильная головная боль в жизни, то здесь, конечно, необходимо проведение МРТ, встречи с неврологом. Благоделы МРТ сейчас не настолько дорого, чтобы игнорировать эти состояния. Да, действительно, нарастающие головные боли или изменение характера головных болей, оно требует насторожиться в любом возрасте. Вы говорили, что если у человека есть сахарный диабет, то это прям вот уже фактор риска. Это единственный фактор риска? Основные факторы риска – это сахарный диабет, потому что он повреждает внутреннюю выстилку сосудов, и сосуды хуже себя чувствуют, быстрее развиваются атеросклеротические изменения, с большей вероятностью формируются тромбы. Второй фактор риска – это атеросклероз, особенно если он сужает сосуды шеи. То есть всем пациентам после 50, после 55 лет в рамках диспансеризации делают УЗИ сосудов шеи, проводят исследования, которые смотрят, насколько эти сосуды проводимы. И иногда пациент приходит и говорит, у меня все сосуды, во всех сосудах бляшки, там по 40, по 50 процентов. Если процентов больше 60, больше 70, это уже показания к операции для того, чтобы резать шею и убирать эту бляшку. То есть это оперативное лечение, да. Поэтому я многим пациентам говорю на приеме, что лучше пить препараты для снижения холестерина, чем потом соглашаться на то, чтобы вам резали шею и убирали эту бляшку, которая росла в течение длительного времени, в течение многих лет. Также фактором риска, очень грозным фактором риска, является нарушение ритма сердца, о чем я сегодня говорил. В первую очередь фибрилляция предсердия. Это очень-очень грозный фактор, который требует постоянного приема препаратов, разжижающих кровь, для того, чтобы инсульт не произошел. Также есть фактор риска, о котором мы редко помним в последней... Ну вот раньше, сейчас все чаще мы об этом говорим. Это храп во сне с остановками дыхания. То есть если пациенты ко мне на прием приходят, я спрашиваю, а как вы спите? Есть ли храп? Особенно если пациент тучный, крупный, если с короткой шеей человек, или у него хронические проблемы с ухо-горло-носом. И жена рассказывает, да, он храпит так, потом остановка дыхания, я его тормошу, бужу, боюсь, что он не проснется. И здесь мы должны правильно объяснить пациенту, что вот этот храп с остановками дыхания во сне, это действительно фактор риска инсульта, который в разы увеличит риск ночного инсульта, что человек может действительно в этот момент перенести инсульт. И совместная работа врача-диетолога по снижению веса, врача-отеринолеринголога, лор-врача, который поможет там аллергические какие-то моменты убрать или даже хирургически скорректировать в носу, может значительно уменьшить фактор риска. И еще один фактор – это излишний вес, который обладает… Это фактор, который сам увеличивает и риск нарушения обмена сахаров, риск сахарного диабета, и риск ночного вот этого обструктивного апноэсна, синдрома нарушения дыхания во сне. Соответственно, сахар, давление, холестерин, лишний вес. Также дополнительными факторами риска является маленькая двигательная активность. Считается, что мы должны проходить в течение дня как минимум 3 километра в день. Ну, безусловно, если у человека проблемы с ногами, если человек боится выйти на улицу, боится поскользнуться, то я многим пациентам говорю «мини-велотренажер». Как надоело крутить ногами, крутим руками. Но чтобы вот это количество калорий, которые мы сзади сожгли, количество двигательной активности, которую мы произвели, она необходима для того, чтобы лучше работали сосуды в головном мозге. Это фактор не только профилактики инсульта, это фактор долгосрочного благоприятного возрастного развития. То есть вот этого активно-долголетия, за которое мы сейчас все боремся, и которое мы все, наверное, желаем. Ну, это вообще говорит о том, что риск-то инсульта есть у каждого. Все, что вы сейчас перечислили. Да, к сожалению, риск инсульта есть у каждого. И, к сожалению, есть еще один момент, что он генетически обусловлен. То есть если пациент приходит ко мне и говорит, доктор, у меня у папы инсульт, у мамы инсульт, и у бабушки инсульт в молодом возрасте. То он в группе риска. Да, то он в группе риска. И мне очень нравятся пациенты, которые приходят в молодом возрасте и говорят, вот у меня инсульты в предыдущих поколениях, что я могу сделать, чтобы этот риск уменьшить? И тогда мы по факторам риска идем, отправляем пациента обязательно к кардиологу, уточняем, нет ли синдрома слишком густой крови, гиперкоагуляционного синдрома, для того, чтобы определиться и максимально снизить эти риски. И иногда запоминаются пациенты похожие, который один взялся за себя, следил за давлением, следил за холестерином, двигался достаточно много, регулярно проводил профилактические исследования по крови, по УЗИ сосудов шеи, и приходит через 10-15 лет, говорит, доктор, у меня все хорошо, у меня там я играю с детьми, с внуками в футбол, мы с вами оба повзрослели, но я себя хорошо чувствую. И пациент, который в тот же момент пришел, имея те же самые факторы риска, который ничего не сделал, который продолжает курить. Про курение мы с вами не сказали, как же, любимое занятие врачей, что-нибудь запрещать. Вот, курение, это фактор риска, да. А самим делать? Да, курение, ну, к счастью, этой приятной привычки я избежал. Курение увеличит риск инсульта в разы, в 2-3 раза, потому что кровь становится гуще. Мы не любим курение, не потому что запах изо рта плохой, мы, потому что видим сосудистые события, не только инсульт, но и инфаркт миокарда. Сейчас по статистике в мире смертность от сосудистых заболеваний вообще, то есть факторы риска, которые мы обсудили, 48-50%, то есть каждый второй умирает из-за того, что вот эти факторы риска привели к сосудистой какой-то катастрофе. Поэтому, корректируя эти факторы риска, мы как раз можем достичь этого активного долголетия. Причем не просто вот, что, дожить до какой-то там цифры, там, 80-90, а еще и быть активным при этом. Скажите, а в чем основная сложность борьбы с инсультом сегодня? Основная сложность борьбы с инсультом сегодня, ее не выделить однозначно. Первое, наверное, это наш образ жизни. То есть есть исследования на людях с очень большой физической активностью. Там погонщики скота, которые там живут в Пакистане, у них очень мало холестерина, у них очень мало атеросклеротических бляшек, потому что они в день проходят 20 километров. И дышат горным воздухом. Да, дышат горным воздухом, не кушают жирные, не кушают сахара, потому что они кушают там сухую лепешку. Но мы живем в других условиях. И эти другие условия, они как раз и заставляют нас контролировать эти факторы риска. Потому что, например, я достаточно много сижу на работе. Я не питаюсь зеленью со своего огорода каждый день, потому что у нас немножечко другой климат. Я недостаточно прохожу в день. Я стараюсь, но все равно 20 километров в день я точно не прохожу. И, соответственно, очень многие пациенты, они спрашивают, ну а что, все равно же, следил за факторами риска, следил, все равно же старость пришла. Да, старость приходит, но она приходит разная. Можно и очень приятно видеть пациентов. Недавно была пациентка 93-х лет, которая каждый день занимается лечебной физкультурой. Она каждый день занимается йогой, двигается, у нее хороший сахар, холестерин, давление. Она такая очень активная, позитивная женщина с чистыми, со светлыми глазами, с которой можно и пошутить, и поговорить, и которая все факторы своей биографии помнит. И очень грустно, когда человек там приходит 40-50 лет, хронический курильщик, у которого и у родственников были какие-то сосудистые состояния, который уже там перенес один-два инсульта, который с трудом ходит и говорит, ну куда же я побегу-то, какая физическая активность. Очень приятно пациенты, которые контролируют эти факторы риска. То есть что-то вот случилось, и они приходят, говорят, у меня давление хорошее, холестерин хорошее, кардиолог меня нахваливает, говорит, что вот и бляшечки не нарастают, и анализы хорошие, и я веду активный образ жизни, слежу за своим здоровьем. Очень большой вклад генетики еще и дает момент тот, что есть пациенты, которые и курят, и питаются неправильно, и длительно живут, и вот врачи их не любят, как говорится. Это генетика, то есть да, очень большой генетический вклад, даже тот же холестерин. До 80% холестерина выделяется нами, сами, в печени. И от диеты очень во многом не зависит. То есть если пациент приходит и говорит, что вот у меня холестерин 8-9, это крайне высокие цифры холестерина, но я при этом уже там вегетарианец в течение многих лет, то нужно просто спросить, а что было с вашими родителями? Он скажет, да, у родителей сосудистые катастрофы, инфаркты, инсульты. Если кто-то из родителей может сдать анализы крови, то и у родителей холестерин высокий, 7-8. То есть эти факторы риска, они необходимы для контроля и необходимы для наблюдения. Также хочется сказать о большом исследовании в Америке, которое производилось, ферменгемское исследование. Оно началось после Второй мировой войны и длится до сих пор. Это маленький городок, где все жители сдают сахар, холестерин, им делают УЗИ сосудов в шее, они пьют таблетки для профилактики. И на основании этого исследования мы знаем, что если мы даем пациентам, допустим, отстилсалициловую кислоту, ну, тромбоаз, кардиомагнил, препараты, разжижающие кровь, то мы можем снизить риск инфаркта и инсульта ишемического на 20-30%. Если пациенты принимают статины, холестерин, снижающие препараты, к которым у нас очень настороженные отношения у наших жителей нашей страны, то мы также можем снизить риск ишемического инсульта на 20%, риск инфаркта миокарда на 40% и более. Пациенты очень часто говорят, ну, как же, там, печень там отвалится, там, что-то там произойдет с печенью. Первично статины придумывались как препараты для печени. Ну, при длительном применении чуть-чуть изменяются анализы, но прям каких-то угрожающих печеночных осложнений я лично за свою практику не видел ни разу. Мои родственники, все, кому нужны статины, все, кто имеет высокий холестерин или бляшки в сосудах шеи, они все принимают эту группу препаратов. Также раньше даже в научной литературе проскакивало, что на статинах иногда снижается память, то есть что на фоне статинов может чуть-чуть уменьшаться функции памяти и внимания. Сейчас провели огромные исследования Австралии, Америка, и статины оправданы по этим показателям. Нет, не снижается память. Поэтому я считаю, что если выбирать между риском инсульта и инфаркта и минимальными рисками от длительной терапии статинами, я всегда рекомендую родственникам своим и пациентам, что статины при наличии показаний, при высоком уровне холестерина или при бляшках в сосудах шеи – это то, что необходимо принимать длительно. Михаил Александрович, вы очень оптимистичный доктор. Слушая вас, понимаю, что действительно, если прислушиваться к советам медиков, то можно избежать многих проблем со своим организмом. И я думаю, что заканчивая сегодняшний день борьбы с инсультом, пожелаем, наверное, нашим зрителям здоровья и, может быть, еще раз переслушать вот этот эфир. Благо, в интернете он выложен. И ничего сложного для того, чтобы быть здоровым, нет. Благодарю вас за этот разговор. Прощаемся со зрителями ровно на неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова